Ну и по поводу конспирологии вот этой 36 лет цикл поражения России в войнах. То есть меня обвиняют в какой-то конспирологии. Я не конспиролог совершенно, я вообще не верю ни в бога, ни в черта, я не суеверен. И ни в какую конспирологию там, ну по крайней мере я в ней не участвую. То, что я в ней не участвую, это не значит, что ее нет и там кто-то не плетет какие-то заговоры. Я точно тут ни при чем, и зависимость от этого 36-летнего поражения России во всяких войнах не я заметил. То есть просто есть факт, есть циклы такие. Да, 36 лет, начиная с убийства Александра Второго, да, 1881 год, каждый 36 лет Россия с какой-то войны сваливает, теряя портки. Считаем. 1881 прибавляем 36, получаем 1917. Помните, откуда сдреснула Российская империя? Да, она просто развалилась, блин. Покинул этот самый, ну, Первую мировую войну. Оставил без себя любимой. Дальше что? Прибавляем 36 лет. 1953 год. 1953 год, блин, вздыхает Сталин, блин, нафиг. И Советский Союз сдреснул, блин, с Кореи. В чем было? Так? Прибавляем еще 36 лет. Сколько получается? 1989 год. 1989 год не помните, как из Афганистана сдреснул Советский Союз? Опять же, ранее партки, блин. В чем был? Еще 36 лет, какой будет год? 2025. Следующий, получается. Ну, так или нет? Причем, в этих 36-летних циклах практически все, да куча есть других войн. Понятно, что Россия там постоянно с кем-то воюет. Самое мирное государство на свете, в кавычках. Смотрите, считайте. Там этот цикл, там, 24 относительно мирных года, потом начинается какая-то военный зуб, да? То есть, 81-й плюс 24, 1905-й. Пошли воевать в Японии. Русско-японскую войну шапками закидали. Закидали. Получили трендюлей, блин, от японцев, свалили. Да? Что там потом? Если с 17-го прибавляем еще 24 года относительно мирных, что начинается? 1941 год, да? Ну, в общем, чисто статистически вы видите, что-то три раза подряд получается эти 36-летний цикл. Да. А то, что конспирология у кого-то существует, ну, посмотрите хотя бы на такой нюанс бы. Смотрите, Первая мировая когда-то началась? 28-го июля 1914 года, да? Попробуй, ну, номерологи эти, второрологи эти все, блин. Просто сложите вот пару цифр. 28 плюс 0,7 – это месяц, да? Июля плюс 19 плюс 14. Получится у вас 68 число, правильно? Начало Второй мировой войны. Первое сентября 1939 года. 0,1 – складываем опять тот же так пары чисел. 0,1 – 0,9 сентябрь плюс 1919 плюс 39. Получаем 68 в сумме. Давайте посчитаем, когда Российская Федерация напала на Украину. 24-е, 02-е февраль, да? 2022-е. Складывайте, пожалуйста, 24 пары чисел. 24 плюс 02 плюс 20 плюс 22. Что у вас получится? 68. Если вы мне скажете, что три мировые войны начались, ну, вот по такой сумме просто так, по случайности, не за такой какие-то шизанутые, блин, там эти нумерологи, корологи, торологи, блин, что-то себе там нагадали на картах. Ну, мне кажется, это очень... Я не знаю, я там, я не настолько хороший математик, чтобы посчитать, какая вероятность такого совпадения, понимаете? Три раза подряд, что такие пары чисел дают 68. Но, блин, то, что это присутствует, это ж, по-моему, очевидно. Мне кажется, вероятность такого совпадения крайне невелика. Что приводит меня к выводу, что там действительно сидят какие-то шизики, блин, и говорят, нет, надо начинать вот в этот день, иначе там звезды не сойдутся. Я еще раз говорю, я, блин, считаю этих астрологов, торологов, нумерологов просто шизами. Но это же не значит, что они не сидят там где-то и не считают, что они управляют миром или пытаются это сделать. В любом случае, рашка загнется, вот я не знаю, я надеюсь, что уже в этом году. Но если в 25-м, ничего, подождем. И поможем, кстати. Все будет Украина.